Друзья, привет! Я подготовила для вас 6 классных рецептов для январских каникул. В праздники все ходят по гостям и зовут гостей к себе, поэтому уверена, что мои рецепты вам точно пригодятся. В этой подборке вы увидите салаты, закуски и даже новогоднее печенье, поэтому обязательно досмотрите ее до конца. И я еще раз поздравляю вас с Новым Годом! И сначала мы приготовим оливье со свежим горошком и свежим огурцом. Горошек нужно потушить на сковородке примерно 10 минут, свежий огурец нарезать кубиками, кожуру снимать не нужно. Огурец перекладываем в салатник и также кубиками нарезаем картофель и морковку. Картофель и морковь предварительно нужно запечь в духовке и остудить. Еще раз повторю, как правильно запечь овощи. Их нужно помыть, очистить от кожуры, завернуть в фольгу и запекать в духовке при температуре 180-200 градусов до мягкости. Точное время зависит от размера ваших овощей. Дальше кубиками нужно нарезать вареные яйца и мелко порубить зелень. Из зелени я взяла зеленый лук и укроп. Но также говорят, что очень вкусно класть петрушку. Вместо мяса колбасы или птицы мы возьмем красную слабосоленую рыбу. Ее нужно очистить от кожи и нарезать мелким кубиком. Соединяем в салатнике все ингредиенты, не забываем про горошек. Добавляем майонез и хорошенько все перемешиваем. Но заметьте, что майонеза не должно быть слишком много. Вот такой вкусный и очень красивый салат оливье у нас получился. И дальше мы готовим салат мимоза. Берем филе горбуши немного, его солим с двух сторон и обжариваем на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Картофель и морковь натираем на крупной терке. Обращаю ваше внимание, что картофель и морковь в этом салате тоже должны быть запеченными в духовке. Запеченные овощи получаются намного вкуснее вареных. Они сохраняют свой насыщенный вкус, цвет и аромат. Попробуйте хотя бы раз и вы точно будете готовить так постоянно. Теперь берем зеленый лук и укроп и мелко их нарезаем. Вареные яйца нужно разрезать пополам, отделить белок от желтка. Белок натереть на крупной терке, желток размять вилкой или раскрошить руками. И еще нам понадобится яблочко, желательно, чтобы оно было покислее. Снимаем с него кожуру и тоже натираем на крупной терке. Наша горбуша уже остыла, и теперь нам нужно просто порыбить ее мелким кубиком. Чем мельче, тем вкуснее. Теперь берем салатник и выкладываем наш салат слоями. Каждый слой смазываем майонезом. Кладем картофель, затем рыбу, затем зелень. Морковь, яблоки, белки и желтки. Если салатник большой, то слои можно повторять несколько раз. Но обязательно последним слоем должны идти белки и желтки. Также салат можно сверху украсить свежей зеленью. Готовому салату лучше настояться в холодильнике 4 часа, а можно и подольше. Он пропитается и будет еще вкуснее. А теперь переходим к новогоднему печенью. Берем глубокую миску и смешиваем в ней сливочное масло комнатной температуры и сахар. Хорошенько все это взбиваем. Добавляем одно крупное яйцо и снова хорошо взбиваем. Здесь лучше всего, конечно, воспользоваться миксером. Теперь насыпаем муку, разрыхлитель и немного какао. И замешиваем наше тесто. Оно должно получиться довольно крутое, но эластичное. Теперь берем бумагу для выпечки и сразу же на ней раскатываем тесто. Если тесто липнет к рукам, к бумаге или к скалке, присыпьте его немного сверху мукой. И теперь берем форму для печенья и вырезаем елочки, человечки или любые другие новогодние фигурки. Убираем лишнее тесто, бумагу перекладываем на противень, украшаем елочкой ММДЭМС и убираем в духовку. Готовим примерно 10 минут при 190 градусах. Повторяем все то же самое с остальным тестом. Если у вас останется лишнее тесто, его можно скатать в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать в морозилку. Да, и очень важный момент. Печенье должно остыть на противне. Потом оно затвердеет и не будет ломаться. Оно очень вкусное, особенно с молоком. Приятного аппетита! Мы переходим к следующему рецепту. И это у нас фаршированные шампиньоны в духовке. Нам лучше всего подойдут крупные шампиньоны. Их нужно помыть, обсушить бумажным полотенцем и аккуратно удалить ножку. Теперь готовим начинку. Мелко рубим чеснок, режем ветчину средним кубиком или лучше мелким кубиком. И если вы используете твердый сыр, то его нужно натереть на терке. Если используете моцареллу крупную, то ее нужно тоже порезать мелким кубиком. У меня моцарелла была маленькая, поэтому мне даже не пришлось ее резать. И вообще с начинкой можно экспериментировать по собственному желанию. Сюда подойдет все, что есть у вас в холодильнике. Смешиваем начинку и раскладываем ее в шапочки шампиньонов. Выкладываем грибочки в форму, смазанную маслом, и убираем в духовку. Готовим примерно 25 минут при 180 градусах. Приятного аппетита! И мы снова переходим к другому рецепту. И сейчас у нас жареные креветки. Это самый вкусный рецепт креветок, который я когда-либо пробовала. Креветки нужно хорошо помыть под краном и тщательно высушить бумажными полотенцами. Лишняя влага нам здесь точно не нужна. И, кстати, для этого рецепта подойдут как вареные мороженые креветки, так и просто свежемороженые, которые серого цвета. Получается очень вкусно в любом варианте. Берем чеснок, режем его тонкими пластинками или выжимаем через специальный пресс. И добавляем в тарелку креветкам. Туда же добавляем немного морской соли. Если морской нет, можно взять обычную. И туда же кладем немного вашей любимой зелени. Я обожаю кинзу, поэтому я положила ее. Наливаем соус теряки и все хорошенько перемешиваем, лучше всего руками, чтобы каждая креветочка была покрытым маринадом. Даем креветкам постоять 20 минут при комнатной температуре. Затем на сковороде растапливаем большое количество сливочного масла, желательно, чтобы сковородка была большая и с толстым дном и стенками. И обжариваем наши креветки примерно по полторы минуты с каждой стороны. Если у вас креветки свежемороженые, то может понадобиться чуть больше времени. Перекладываем креветки на тарелку и сразу же подаем к столу. И сейчас мы с вами приготовим очень вкусные и простые канапешки из слоеного теста. Готовое слоеное тесто размораживаем по инструкции на упаковке, немного раскатываем скалкой и вырезаем вот такие вот кружочки. Я сделала это с помощью обычной рюмки. Перекладываем тесто на противень и запекаем в духовке примерно 10 минут при 180 градусах. И готовим начинку для наших канапе. Здесь тоже подойдет практически все, что есть у вас в холодильнике, что можно нарезать на кубики. Я взяла грушу, очистила ее от кожуры и нарезала мелким кубиком. Затем также нарезала красный сладкий перец. И красную слабосоленую рыбку. Еще у меня было салями, виноград, маслины, адыгейский сыр и сыр рикотта. Ну и, конечно же, зелень и шпажки. Для первых канапешек берем основу, кладем туда рыбу и намазываем рикотту. Для вторых канапешек соединяем основу, салями и кусочек сладкого перца. Для третьих канапешек берем адыгейский сыр, грушу и виноградинку. И четвертый вариант – это основа салями и оливочка. Это очень вкусно и быстро, и подойдет абсолютно для любого праздничного стола или даже фуршета. Друзья, еще раз поздравляю вас с Новым годом и желаю вам вкусных январских каникул!